Павел Грудинин сегодня на центральном рынке главный ревизор. Нечасто федеральные политики приезжают в провинцию, в том числе для того, чтобы пойти посмотреть цены на продукты. Директор ЗАО совхоза имени Ленина же здесь не случайно. Опытный аграрий с многолетним стажем всегда интересуется местными производствами. Вот и на центральном рынке он подходит далеко не каждому прилавку, ищет только краевую продукцию. И тут же поражается ценам на овощи. А капуста? 45. Это недорого? А? Ну я же продаю. Следующий прилавок – молочные продукты. И здесь цены, по мнению политика, завышены. Хозяева продукции рассказывают, их приходится поднимать в том числе и за арендой места. Да и покупателей во время пандемии стало меньше в разы. Вот это место сколько стоит в месяц? 26. Вместе с электричеством или без электричества? Вместе. Вместе, все вместе. Ну и выгодно торговать здесь? Сейчас нет. Народ не ходит? Аренды следят, все. Народа нет, если честно. В краевой столице у Павла Грудинина была не только ревизорная повестка. Политик принял участие в Пермском форуме гражданских инициатив, где пообщался с фермерами, которые рассказали о проблемах в сельском хозяйстве. На мероприятие также присутствовали секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот, первый секретарь комитета Пермского краевого отделения партии Ксения Айтакова и журналисты. Павел Грудинин ответил на все вопросы желающих и отметил необходимость внесения законопроектов, стимулирующих хозяйственников производить качественное продовольствие, сделав акцент на том, что сельское хозяйство – это основополагающая отрасль экономики. Две вещи нужно сделать. Первое – это повысить доходы граждан. И второе – дать возможность сельхозпроизводителям получать реальный доход от производства натуральной продукции. Мы сегодня на рынке увидели другую совершенно картину. Импортные продукты и нашу продукцию, которая по большому счету не может выдержать конкуренции с западной. Поэтому программа «10 шагов к достойной жизни» предусматривает в том числе поддержку сельских территорий. После форума представители Пермского краевого отделения КПРФ собрали для средств массовой информации специальную пресс-конференцию, где ответили на вопросы, в том числе касающихся предстоящих выборов 19 сентября. Из-за чего Пермский край стал единственным регионом, где Павла Грудинина не пустили ни на одно предприятие. Как КПРФ рассчитывает набрать 50% голосов на выборах? И какое национальное блюдо понравилось московскому политику в Перми? Более подробно расскажем об этом в нашем специальном репортаже 27 августа в 19 часов 15 минут. Максим Суханов, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта».